Привет, друзья! Хочу сегодня начать какое-то безумное дело в своей жизни. Хочу провести свой собственный марафон, марафон американской литературы. Если вы не знаете, я в прошлом году проходила курс по американской литературе. Это был целый годовой курс. У нас был план на 400 книг за год. Я прочитала, по-моему, 183 или 185. Ну, 400 книг не прочитал никто, конечно же, потому что это безумное количество. За год его осилить человеку работающему, конечно же, невозможно. В современном мире так тем более. А в Нью-Йорке так это вообще невозможно. Если тут сидеть только читать книжки, то можно делать это, конечно, на улице. Если ты проживаешь, то тогда да. А так не получится. Так вот, у меня следующая неделя свободна. Я не работаю. Я решила себе взять немножко отдыха, потому что работала очень много последнее время. Решила взять себе такие каникулы небольшие и решила, что проведу вот этот такой себе недельный марафон и посвящу его американской литературе. Вот тем авторам, которых я на курсе, к сожалению, не успела прочитать, не успела, с которыми познакомиться. А мне очень хочется. Я очень хочу быть в контексте американской литературы, потому что я была недавно на книжной ярмарке. Если вы не смотрели видео, оно есть там внизу, несколько недель назад. И я поняла на этой книжной ярмарке, что я из американской литературы знаю совсем-совсем мало. Это несмотря на то, что я достаточно читающий человек. Я читаю в среднем это около 10 книг в месяц. Это, конечно, не так много, но это и не мало, потому что многие люди и одну книжку в год не могут прочитать, а я все-таки 10 в месяц осиливаю хотя бы. Но я все равно не знакома с американскими писателями. Ну, вот эти 10% от силы из 100 — это вообще, конечно, капля в море. И мне хочется брать каких-то писателей, с которыми я не знакома. Поэтому на этот мой такой небольшой марафон у меня несколько пунктов, по которым я выбираю книжку. Во-первых, это должен быть американский автор, у которого я еще ничего не читала, ну или, может быть, читала одно произведение, да, и как-то хочется попробовать с ним знакомиться дальше. То есть это не какого-то там, я не буду брать какого-то драйзера, потому что я у драйзера прочитала все его романы, и обожаю драйзера, боже, люблю, не могу. Но, конечно же, я не буду брать такого писателя уже, в котором я уверена, который мне понравится. Мне очень хочется читать тех писателей, в которых я еще ничего не знаю, ничего толком не понимаю. Мне хочется сформировать у себя вот такое мнение какое-то свое о каких-то таких нишевых, знаете, писателей, не очень популярных, не очень знаменитых. Во-вторых, так как я хочу читать в день по одной книге, мне книжка нужна небольшая. Я беру максимум 200-250 страниц, хотя это, конечно, 250 – это много. Вообще, я так в среднем смотрю, я если прям читаю, и если умудряться это совмещать с делами, которые днем я делаю, да, всякие разные, то у меня получается максимум 100-150 страниц, поэтому 200-250 – это, конечно, многовато, но так как у меня неделя будет посвободнее, я решила, что попробую. Ну, почему нет? В-третьих, я хочу, чтобы, возможно, эти книги были в аудио-озвучке. Тогда мне будет намного проще. То есть, если я читаю, если я могу вечером сесть дома почитать, то днем там я какие-то дела делаю. Ну, элементарно там моешь посуду, стоишь или идешь на остановку или едешь там где-то в общественном транспорте, и можно слушать книгу. И вот таким образом убивать как раз не то, что время убивать, а успевать читать больше. Так обычно у меня и работает. Вот. Ну и, в принципе, наверное, все. То есть, эта книга должна быть американского автора, с которым я либо совсем не знакома, либо совсем чуть-чуть, вот на полшишечки. Это должна быть небольшая книга до 250 страниц, и это должна быть книга, которая есть в озвучке. Ну, в принципе, мне кажется, посильно, но я уже выбрала книги, которые я хотела бы читать, но я пока вам про них не скажу, потому что я не уверена. Я выбираю себе такой, хочется, список не ровно 7 книг, а чтобы было, может быть, там 10-12 книг, чтобы я утром просыпалась, и у меня был выбор, чтобы я не была какой-то вот чёткости, да, сегодня я там читаю, не знаю, условно, Драйзера, завтра там Стейнбека, хотя я их читала, их не будет в этом марафоне. Вот. Мне хочется таких каких-то, ну, малоизвестных для себя авторов открывать. Вот. Но я не хочу, чтобы это было как-то жёстко, поэтому я сделаю с запасом, и чтобы у меня был утром выбор. Вот сегодня я там буду читать не вот этого, а вот этого, потому что мне вот по настроению вот так больше нравится. Вот. Я хочу, чтобы у меня был выбор, тогда у меня будет больше желания читать, у меня будет больше мотивации. Ну, в принципе, всё. На сегодня первый день, сегодня суббота. У меня сегодня нет работы, но я сейчас поеду к доктору, и у меня, в принципе, есть такое время, и я ничем особо не занята, только к доктору поеду, возможно, буду в очереди сидеть. У меня ещё сегодня метро не работает, поэтому мне надо будет ехать на автобусе. Это немножко дольше, чем на метро, ещё плюс до остановки идти. Поэтому мне с первой книжкой повезло. Она у меня есть и в бумаге, и в озвучке. Я её нашла. Это Жаклин Вудсон «Мечты темнокожей девочки». Вот такая книжка. Она как раз мне попалась недавно совсем у нас в книжном магазине. Она была на распродаже, и я её купила, захватила, потому что я как-то где-то у кого-то что-то слышала про эту книжку. К сожалению, я не помню у кого, потому что вот у меня только отложилось вот название, и всё. Но тут я увидела её в книжном магазине, думаю, что надо брать, надо попробовать. Книжка интересна тем, что она когда-то получила национальную книжную премию США. Национальная книжная премия – это премия Соединённых Штатов Америки, то есть это американские авторы, и эта премия именно здесь наша такая внутренняя, как «Ясная поляна в России», так вот национальная книжная премия в США. Что здесь нам обещает автор? «Мечты темнокожей девочки» – это невероятные по своей силе мемуары знаковой американской поэтессы и писательницы Жаклин Вудсон. В своей книге она расскажет о том, каково это быть афроамериканкой и расти в Америке в 1960-70-х годах. Каждая строка в этом произведении – проблеск надежды в душе ребёнка, ищущего своё место в мире. Жаклин Вудсон родилась в стране, где люди лились на чёрных и белых, в год, когда, по её словам, юг взорвался. Она проделала огромный путь от маленькой девочки из Огайо, испытывающей трудности в обучении, до свободной женщины, нашедшей в себе смелость писать. Ну, я так понимаю, судя по 1960-70-м годам, то она ещё застала время сегрегации. Сегрегация – это когда рабство уже было отменено, но чернокожим жителям страны, ну, например, у них были ограничения, они не могли учиться вместе с белыми. Когда в автобус заходил белый, то чернокожий обязательно должен был встать и уступить место белому. И много-много-много таких, конечно, унизительных правил. Это вот называется сегрегация. Буквально вот совсем недавно вы понимаете, что люди пожилые, даже которые сейчас живут, они ещё в своём детстве застали сегрегацию. Ну и вы понимаете, когда вам что-то отменяют, то есть когда какую-то часть населения унижали, вот даже таким способом, постыдным очень, да, уступление мест в общественном транспорте, нельзя было учиться с белыми, то есть тебя воспринимали как, чернокожего человека воспринимали как заразного какого-то, как какую-то грязь. Это ужасно стыдно, это ужасно обидно, это ужасно непонятно для нашего сейчас времени, это какая-то вообще дикость для меня, ну, для меня, по крайней мере, точно. Я даже не представляю себе, что можно делить людей просто по цвету кожи. Но в Америке, вы понимаете, что это было совсем недавно ещё, вот, ну вот-вот, вот, то есть ещё живы те люди, которые жили при этой сегрегации. И, естественно, то, что отменилось в 54-м году, это не факт, что это в 54-м году отменилось, вы понимаете, да? Человек, который привык, что чернокожий ему уступает место в автобусе, а тут бац, и сказали, что этого больше делать не нужно, и у белокожего, естественно, когда перед ним унижался другой человек, а тут бац, и больше не унижается. И, естественно, белокожему человеку это сложно воспринять, который жил, жил вот в таких каких-то варварских условиях. Ну, короче, я думаю, вы всё прекрасно понимаете, то, что я пытаюсь сейчас сказать. И, видимо, вот эта поэтесса, американская поэтесса и писательница Жаклин Вудсон, она как раз описывает вот этот период времени, когда ещё была сегрегация, при которой она росла, и раз здесь 70-е, значит, она, возможно, что-то здесь опишет, что происходило дальше. Это мне всегда, кстати, было интересно. Неужели вот приняли закон, что больше сегрегации нет, и неужели бац, и все начали следовать этой букве закона. Я в это не верю. Я надеюсь, что лет через сто мы всё это забудем, и этого всего не будет. А пока мы живём с последствиями того, что было. И читать мне об этом всегда интересно. Это история Соединённых Штатов Америки, в которых я живу, а я стараюсь всё-таки к местной культуре как-то приобщаться и пытаться понять, почему это так было, и что с этим дальше делать, и как с этим жить. Я поехала гулять, не гулять, я пойду к врачу, по дороге вам что-то подсниму, и буду, конечно же, читать книжку, буду слушать её в аудио, и надеюсь, что... Ну, она такая небольшая, здесь ещё такие пробелы, то есть она вот так написана, такой достаточно крупный шрифт, так что я надеюсь, что я её всё-таки сегодня за день одолею, ну и вообще пожелайте мне удачи на эту неделю, что я свой марафон всё-таки... Ах, нос чешется. Всё-таки исполню, и у меня всё получится мной задуманное, и в конце недели я скажу, что я за неделю прочитала 7 книг. Вот так. Очень мне хотелось сняться на фоне этих жёлтых деревьев, а я не вижу, их видно на видео или нет. Ну да ладно. Вот так. Вот так. Вообще я хочу вам рассказать... Ой, где я? Вот она я. Вот она я. Солнышко такое. Думала, холодно будет, но на самом деле не холодно. Сегодня градусов 10-12, но солнце такое хорошее. Хочу рассказать, что уже с утра успела прочитать 200 страниц книги, представляете? Если так у меня весь марафон будет проходить, то я так и больше 7 книг прочитаю. Книга невероятно просто написана, невероятно быстро читается, потому что там столько отступов, и там буквально бывают такие главки. Это не главы, такие как разделы, типа 3 предложения на страницу. То есть вообще, ну прям читается моментально. Очень мне нравится. Рассказывается 63-й год, по-моему, наша главная героиня, она же автор книги, Жаклин Бутсон. Бутсон. Вот, представляете, читаю книгу, уже половину забыла, вот что такое память. Увидела почтовый ящик, и вспомнила, что мне надо скинуть письмо. Сейчас кинем. Отличный ракурс. Ну и ладно, что тут видно второй подбородок. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, как научиться себя записывать на улице. Так, все, вы стоите. Вы стоите, пожалуйста. Вот, вроде камера за мной следит. Так, я вообще пришла на пляж, потому что я стесняюсь как-то все-таки говорить на улице. Надеюсь, что меня слышно. Я еще ни разу не проверяла. О, вы куда? Я еще ни разу не проверяла, как работает микрофон на улице, когда дует ветер. Но попробуем что-то сделать. Села на пенечек. Где мой пирожочек? Приехала на Брайтон Бич к врачу. Боже, какой кошмар. Ну да ладно. Привыкайте к моему ужасному внешнему виду. Ну что делать. Приехала на Брайтон Бич к врачу. У меня еще целый час до врача. Люди купаются. 9.27 утра. Какое сегодня? 26 октября. На улице 13 градусов. Люди купаются в океане. Такой у нас здесь океанчик. Сейчас вам покажу. Вот с таким видом я сижу. Там вот мужичок какой-то вроде бы плавает. Ну что. А я приехала немножко почитать. Пока у меня есть время. Наверное, в книжный еще зайду. Если успею. Немножко хочу почитать. И рассказать вам про книжку. Потому что начала читать. И читается невероятно легко. Я буквально за утро, за пару часов прочитала 200 страниц. Там такие пробелы, такие отступы, что огромные. Что даже, в общем, на книжку тратить время много не приходится. Даже, возможно, я не воспользуюсь аудиоверсией. И прочитаю ее так. Потому что читается, правда, очень быстро. Ну что. Нам здесь наша Жаклин Вудсен. Наша главная автор. И она же главная героиня этой книги. Она рассказывает про свое детство. Родилась она... Сейчас так, чтобы не соврать. Родилась она 12 февраля 1963 года. И родилась она в штате Огайо. Но штат Огайо здесь не играет никакой роли. Потому что дальше она переезд со своей матерью. И со своим братом и сестрой. По-моему, в Южную Каролину. В общем, на юг Америки. Мама уходит от отца. По какой причине, пока не ясно. Вот я полкниги прочитала. Пока нам не рассказывают, по какой причине родители расстались. Но она берет своих троих детей. Я надеюсь, меня хотя бы там видно. Потому что я вас вообще не вижу. Она берет своих троих детей. И уезжает к своим отцу и матери. По-моему, в Южную Каролину. Это юг США. То есть такой сразу специфический... Как это сказать? Не контингент. А сразу такой специфический... Специфическая атмосфера. Ну, по крайней мере, у меня. Потому что я немножко так в теме, что такое юг Соединенных Штатов Америки. И сразу такая какая-то атмосфера. В книжке совершенно другая. То есть это вот что-то такое... Что-то такое жесткое, религиозное. И на самом деле так. Потому что бабушка заставляет... Ну, не то, что заставляет, но как это бывает в детстве. Говорит, надо, и все идут. И все дети ходят в церковь. В церковь у них ходят свидетели Иеговы. И вот наша главная героиня рассказывает о своей жизни. И как ее с раннего возраста... Здесь не делается акцент на сегрегации. Или акцент на унижении, не дай бог, белых людей. Что они плохие. Но, по крайней мере, пока полкнижки. Ребенок просто повествует о том, как ее учили жить. И учили жить ее с раннего детства очень интересно. Заходить в автобус, идти в конец автобуса. Потому что именно там в конце автобуса места для чернокожих. Не перечить ни в коем случае белым людям. Ничего не говорить против. В общем, покорно себя так вести. Но при этом отстаивать свои права. Потому что идет уже волна за то, что чернокожие борются за свои права. За то, что они не какой-то второй сорт люди. А что они имеют такие же полные права жить в этой стране, как и белые американцы. И здесь так вот буквально таким краешком, по краешку проходит вот эта тема борьбы за права. Например, здесь нам рассказывают. Сейчас я вам найду. Я прям делала закладки. Что ее мать училась, например, с Джесси Джексоном. Я не знала о таком человеке. Джесси Джексон оказался... Он работал с Мартином Лютером Кингом. То есть он боролся за права. Там не только даже чернокожих. Он вообще в целом боролся за права. У него такая интересная биография. Но он сейчас, мне кажется, не совсем так популярен, не на слуху. Поэтому, если вам интересно, то почитайте. Ну вот он именно был в той коалиции Мартина Лютера Кинга, которые боролись очень активно за права чернокожего населения. И мне тут еще понравилось. В какой-то момент, значит, они живут-живут-живут в этой Южной Каролине. И мать в какой-то момент уезжает в Нью-Йорк. Она едет туда для того, чтобы подыскать им дом. На заработки, видимо. И впоследствии хочет их забрать. И вот мать уезжает в Нью-Йорк, и она им периодически звонит и пишет письма. И рассказывает о том, какой Нью-Йорк, что здесь высокие дома и вот все прочее, что здесь шумно. И интересно, что она пишет. Мама рассказывает, что в магазинах игрушек полно. Разных кукол, всех цветов и размеров. На каждом углу парикмахерские салоны красоты. А подруга тети Кэй увидела на улице певицу Лену Хорн. И я начала читать биографию Лены Хорн, потому что я такой певицы не слышала и не знала ничего. И я прочитала, что, оказывается, она была очень знаменитой певицей. У нее, по-моему, два Грэмми даже. Но в какой-то момент она попала в черный список Голливуда. Оказывается, в 50-60-х годах был такой. То есть это люди, которые, я так понимаю, выступали как-то против власти. Что-то высказывались. Она тоже боролась за права чернокожих, потому что она тоже потомок. У нее там даже, по-моему, бабушка или кто-то была даже рабыней. То есть она потомок таких иммигрантов, которые были под рабством. И она тоже боролась за права. И в какой-то момент ее даже включили в этот черный список Голливуда. Не давали ей работать. То есть этот черный список, те, кто в него попадал, это именно люди, которые не могли работать по своей профессии. То есть они не могли ни сниматься, ни петь, ничего, их все игнорировали. Вот даже такое было, я об этом не знала, об этом чёрном списке Голливуда. Было интересно почитать. Но если вам интересно, то послушайте её. Я нашла, она есть на Spotify. Я думаю, в интернете тоже можно её найти. Потрясающие песни, очень красивый голос. И сама по себе она какая-то невероятно красивая женщина. Так что я прям советую вам загуглить и поинтересоваться, кто такая. Была Лена, Лена Хорн, да? Лена, я вот прочитала и уже забыла, как её звали. Но вообще пока мне невероятно нравится читать. Невероятно интересно как-то погружаться вот в ту атмосферу. Я очень люблю такую Америку, которая здесь описывается. Ну, в книгах я, конечно, не хотела бы в такой Америке жить. Но я очень люблю о такой Америке читать. Потому что это как-то погружает тебя в культуру какую-то. Более даёт контекст, понимание, что здесь было, как вот всё происходило. Как даже чернокожим людям жилось. Вообще интересные времена, конечно. Интересные времена, про которые я читаю. И интересные времена, в которые я живу. Вообще очень этот мир интересный. Хочется знать, что же будет дальше. Как знаете, в таком долгом-долгом сериале. Ты вроде он тебя достал, но ты всё равно хочешь знать, что будет дальше. И чем же всё это закончится. Но надеюсь, что не закончится этот мир всё-таки. Вот, в общем, пойду я зайду в книжный, ещё успею. Зайду в книжный, посмотрю, что там. И потом побегу к доктору. Хорошо, на улице. Прекрасный октябрь. Даже не верится, что вот зима скоро. Как-то хочется осень продлить. Весну хочется всегда продлевать. Перестала любить лето, потому что летом очень жарко в Нью-Йорке. Невыносимо жарко. А зимой грустно. И январь-февраль такие очень серые, грустные месяца. Ну вот как-то я к ним подостыла, к этим месяцам. А весна и осень очень классные. Ну вот. В общем, читаю дальше книжку. Сейчас почитаю. Минут 15 у меня ещё есть посидеть, почитать. Потом пойду в книжный. Народу нет на пляже. Никого. Пустота. Никого нет. Так что хорошо, я нашла хорошее себе местечко. Для того, чтобы с вами разговаривать на камеру. Потому что я до сих пор стесняюсь говорить на камеру. Несмотря на то, что я веду блог в Инстаграме уже много лет. Уже, наверное, лет 10. А вот Ютуб для меня это что-то новое. И снимать себя, ходить на камеру. И не отвлекаться на других. И не стесняться их. Это что-то пока... Это что-то новое для меня. И пока интересное. Подключусь к вам, когда закончу книжку. Надеюсь, что такими темпами мой марафончик пройдёт отлично. Прямо вот так. Песок в волосах. Как-то оказался. Песок в волосах. Песок в волосах. Песок в волосах. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что? время 2 часа дня. Я дочитала книжку, съездила к врачу. Это все, что вы должны знать об очередях к врачу, это то, что в них можно дочитать книжку. Я очень рада, что я дочитала. Книжка невероятная, потрясающая, глубокая, интересная, про жизнь. Знаете, она мне очень напомнила дневник Анны Франк, потому что вот дневник Анны Франк, ты когда слышишь про эту книгу, ты ожидаешь от нее, что там будет что-то, про какие-то страшные события Второй мировой войны, что там будут какие-то, не знаю, опыты, издевательства. Но это на самом деле просто дневник девочки, которая жила в страшное время. И вот здесь примерно то же самое. Это дневник девочки, которая жила в ужасное тяжелое время для своего народа, так скажем. Но при этом она жила свое детство, и ей нужно было просто свободу, чтобы ее не ограничивали какими-то дебильными вот этими порядками, что для темнокожих, что для белых. То есть чтобы не ограничивали ее, не ставили ей какие-то рамки. Потрясающее произведение, и мне очень радостно. Я посмотрела, что писательница написала очень много книг, на Амазоне погуглила, и, возможно, возьму что-то у нее еще почитать. Не знаю, переведены они на русские или нет, наверное, вряд ли. Но книга какая-то невероятная, душевная про Бруклин, про районы, которые здесь у меня рядом находятся, про жизнь в этих районах, про людей, которые живут в этих районах, про вот это сопротивление белых и черных, но при этом без ненависти какой-то к белым или без ненависти какой-то вообще к людям. То есть ребенок просто жил в свое время, ну, в которое вот, к сожалению, ей так не очень повезло родиться, потому что, ну, хочется сказать, что сейчас, наверное, все-таки получше, полегче, чем тогда было. Но удивительные времена, удивительное время. Надеюсь, вообще меня слышно, потому что я забыла одеть микрофон. Вот. А у нас тут ветер дует, и вообще такая осень красивая на улице. Короче, я очень рада, что я прочитала эту книжку. Если бы, наверное, не марафон, то я бы до нее долго добиралась. Сейчас приду домой, буду выбирать новую книжечку. Ну, точнее, у меня уже есть список. Я посмотрю сейчас, что я захочу читать завтра. И уже подключусь к вам завтра и расскажу, что буду читать. Вот. Так что читайте книжку. Книжка правда очень классная, правда интересная. И такие вот тонкие замечания времени, которые я очень люблю в книгах. Я очень люблю наблюдать за каким-то временем, в котором я не жила, и читать об этом. Вот. Короче, классно. Хороший сегодня день вышел. Хорошо по пляжу погуляла, к доктору хорошо сходила. И, в принципе, так вообще все. Хорошо. Как говорят. Так что все, пошла. Красивая у нас осень. Так тепло на улице. Мне даже жарко в жилетке. Вот. Пойду выбирать новую книжечку. Пойду читать и буду снимать для вас уже новый день завтра. Вот так. Читайте книжку. Хорошая, классная. Хорошая, классная. Хорошая, классная. Что ж. Хорошая, классная. Продолжение следует...